Всем привет дорогие друзья, с вами снова Донни и сегодня мы снова играем в GTA 5 RP на проекте Red Age. Ссылочка на проект есть в описании, играйте вместе со мной, а также в описании находится мой промокод, при использовании которого вы получаете премиум аккаунт на целую неделю, а также 12 с половиной тысяч долларов, которые вы например можете потратить на свою первую тачку. Окей чуваки, сегодня мы решили провести мега крутое испытание, сегодня мы узнаем, что же в итоге быстрее. Мой суперкар Интити или же паркетник Торос. В этом сегодня мне поможет мой друг Тоха, поздоровайся. Всем привет ребят. Короче, Тоха, прямо сейчас даю тебе ключи от своей Интити, иди ко мне сюда. Так, мои машины, Интити. Так, получить дублькат ключей. А, нужно в гараж войти, точнее, давай сейчас зайдем в гараж. Короче, сегодня Тоха будет у нас на Интити, на суперкаре гонять, я буду на Торосе. Я помню, что в GTA Online Торос в какой-то момент была самая быстрая тачка. Это было просто шок-контент. Короче, вот, лови ключи. Взял? Так, все, короче. Все, короче, выходим на улицу тогда сейчас. И мы сегодня, ребята, проведем три испытания. Первое, это будет драг-рейсинг. Второе, это будет спринт-гонка. И третье, мы проведем кольцевую гонку по оффроуду. Будет реально интересно. Так, ну что же. На самом деле, я, как бы, надеюсь, что суперкар окажется быстрее, чем Торос. Потому что, как бы, это мой суперкар. Мне обидно, что дорогущая машина окажется такая, как бы, медленная. Но, с другой стороны, Торос, это машина, которую я обожаю. Было бы круто, если бы она просто порвала бы сегодня Интити. Да, скажи? Ну, да. Да? Да, так. Ладно, короче. Чуваки, поехали тогда сейчас на первое испытание, на драг-рейсинг, в аэропорт. И там уже продолжим. Итак, чуваки, время для первого испытания. Как бы я сказал, если бы мы записывали какую-нибудь там, не знаю, бит автогонщиков, да? Короче, ребят, драг-рейсинг, наше типичное испытание в аэропорту. И, Тоха, на счет три мы стартуем просто тапку в пол выжимаешь. Готов? Да. На счет три. Раз, два, три. Давай, Торос, я шлифую на старте, капец как. Так, и, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Слушай, Интити, быстрее? Ты уходишь, да? Немножко, да, есть. Ты вроде как... Или я пошел, я пошел, смотри. Я пошел. Серьезно? Я тебе на корпус. Мне кажется, или... На полкорпус ты впереди сейчас? Нет, на корпус ушел. На корпус ушел, да. Ладно, окей, первое испытание за Интити, то есть драг все-таки. Я думаю, что разгон будет быстрее, на самом деле, у Тороса, но на старте просто он как-то шлифует жестко. То есть, смотрите, просто я стартую, да, и вот он... Долго-долго шлифует, потом уже цепляется. Но, однако, как бы не так, но Торос едет наравне почти с Интити. Паркетник и суперкар. Зашибись, да, просто класс. Окей, чуваки, второе испытание. Поехали, там сейчас будет спринт-гонка, и там посмотрим, кто кого. Окей, чуваки, время для второго испытания, и самое время Торосу отыгрываться. Испытание спринт-гонка, едем мы 5,5 километров прямо на Вайнвуд вот сюда. Ну что же, Тоха, давай счет. Ну, счет три. Давай. Раз, два, три. Давай, Торос, тащи катку. Ну да, ты на старте явно лучше. Вопрос, что по поводу маневерности... Хотя ты, по идее, ты должен быть везде лучше. Опа, что, бочком, бочком пошел. Хорошо, пошел здесь налево, осторожненько. Ой-ой-ой, минус Торос почти у меня. Слушай, тебе нормально только пошел. На самом деле, я думаю, что, скорее всего, вот здесь вот Торос будет быстрее. Потому что в городе, как правило, вообще машины в GTA, да, в городе едут быстрее. Там разные, потому что, ну, ухабы там и так далее. Это я тебя убрал, или ты сам убрался? Я убрался. Хорош. Слушайте, прям есть надежда. Есть надежда, что сейчас Торос потащит, если я тоже не уберусь. Да, ай-яй-яй. На самом деле, здесь еще проблема в том, что здесь, как бы, другие игроки играют. И они могут нам хорошенько так подпортить каточку, да, поэтому... И не только игроки, а админы. Да ты, господи, на самом деле... Капец, она стартует. Хорошо уехал. На самом деле, Торос, вот если его заносит, он так долго потом стартует с места, он очень тяжелый. И вот просто вот я, я балдею. Он очень тяжелый. Так, здесь какие-то чуваки уже отдыхают, смотрю. Главное, чтобы нас здесь не снесли. Это вообще-то, где, скажи мне? А ты прям на хвосте за мной ездишь, да? Ну, почти. А какая скорость так в городе сейчас, скажи? 190. 190, мне было 227. 227. Офигеть в городе, что творит Торос. Серьезно? Так, 200. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты там убрался, да? Опять? Нет, чуть-чуть. Нет? Ооо, я через чувака чуть ли не перелетел. Чуть-чуть в жигуль не въехал. А, нормально. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай. Ема, таксист! Таксист, сорян, если смотришь это... Да, прости, чувак, я не хотел. Просто на самом деле он тоже летел как бы с горы вниз. А Тоха тем временем меня как бы догнал. Тоха меня как бы догнал. Так, здесь у нас поворот направо. Ты-то проехал поворот? Ты проехал поворот? Да, я посмотрел. Так, нормально, нормально. Наушники выпадают, я их подправил. Так, на самом деле, я хоть иду вроде как неплохо, но идите меня догоняет. Я тебя почти обошел там. Да-да-да. Блин, реально ты меня очень хорошо догоняешь. Но, друзья, чтобы вы поняли, в городе я ехал быстрее. Там при помощи, опять-таки, разных там кочек и так далее, я ехал 227. Вот, то есть у меня максималка была очень крутая. Но Тоха догоняет меня при помощи, видимо, зацепа и маневренности, что Торуса очень не хватает и... Ты там где вообще? Нормально все у тебя схожи? Прямо на хвосте. Да капец его носит. Езжай, пожалуйста, ровненько. Нет, я бочком иду. Нет, да что за бред? Нет, да... Ты куда? Понятно. Ясно, чуваки. На самом деле, я как бы финишировал первый, но... Хочу сказать, что, по моим чувствам, Интити была здесь лучше. Потому что хоть... Как бы Тоха убиралась много раз, уезжала вообще мимо трассы, но постоянно как бы догонял. А я пытался как бы держаться, но очень тяжело на поворотах. Это его минус, как по мне. Но вообще, то, что как бы паркетник держится на уровне суперкара, это круто. Окей, счет 1-1, и чуваки полетели на последнее испытание. Так, чуваки, пришло время для третьего испытания. Так, и вставая гонка по фроуду. Прямо по этому и по дрому. И, Тоха, мы с тобой едем 3 круга. Поэтому здесь будет реально прикольно. Ты скажи, у тебя есть бензин, скажи мне? Черт, 3 литра. 3 литра? Ну давай ты на заправку, и потом мы уже продолжим. Окей, ребят, есть топливо. Мы готовы, и едем сейчас с тобой 3 круга, Тоха, поэтому давай отсчет. Так, стоим все около меня, да? Давай, давай, счет. Раз. Два. Так. Три. Давай, о май гад. На самом деле, я очень рассчитываю, что Торас потащит на оффроуде, но пока ты явно лучше. Какая скорость тебе? 120. Да ладно, 133 я тащу. То есть, получается, что по максималке на оффроуде я... Хотя ты по маневрности что? Не понял. Ладно, короче, 130. Какая скорость тебе? 130 так же. 133 у меня. 126. Так, нужно, короче, тебя по внутреннему пытаться обойти. Как тебе обойти-то? Блин, у меня радиус поворота огромный. Я понял, я чисто из-за поворота проигрываю. У тебя она такая, ну, юркая получается. Я тебя как бы догоняю по скорости, но из-за поворота я проигрываю. Ну да, напрямую. Так, надо, короче, брать... Да как? Да господи, он не поворачивает. Что за бред? Там, как бы, это уже... В одном месте сломан, я чуть в него не вкилился. Да-да-да, я тоже. Так, 133 иду. Ну да, то есть я догоняю спокойно напрямой, но по повороту я проигрываю. То есть я пытаюсь вырулить, у него радиус огромнейший. Он теряет скорость сильно. Да, короче, я тебя не догоню уже. По проценту. То есть я, ну, как бы, я тебя догоняю, но не могу обогнать. 133, да, 132, короче, 133, я развиваю скорость и все. Даже обидно. Блин, чуваки. Ну ладно, на самом деле я рассчитывал сегодня, что Торос окажется топчиком и везде выиграет, но оказалось, что нифига. Это получается уже у нас финиш, поэтому, да, все, это финиш. И, короче, за Интити 2 балла, то есть это у нас драк и оффроат гонка за Интити, но спринтецкий за Торосом. Но, опять-таки, спорно, потому что в гонке по, ну, в спринт-гонке Интити была тоже очень хороша и постоянно меня, как бы, догоняло. Вот большие проблемы у Тороса именно с поворотами. Но машина очень классная в плане, ну, вообще, как бы, кто мог подумать, что обычный паркетник будет, там, наравне идти с суперкаром, как бы, с Интити. Есть еще один, как раз. Какой? А, четырехдверная? Четыре места, да. Да, у этой машины четыре двери. Это очень круто. Ну, вообще, как бы, вообще, даже если по РП, то на этой машинке можно спокойно кататься, там, по пляжу, например, людей могут так, а на Интити, по идее, как бы, нельзя. То есть, нон-РП езда, поэтому, как по мне, Торос одна из самых лучших машин вообще в ГТА в целом, и в том числе на Red Edge, поэтому вам советую покупать. Но, если, как бы, вы хотите купить себе суперкар, то вот Интити, она, в принципе, далеко не самая дорогая тачка, но тащит очень неплохо. Она подорожала? Четыре стойка стойка. А, ну, то есть, да. Ну, на самом деле, я видел сайт, мне знакомый скидывал сайт, где прописаны реальные цены на автомобили на Red Edge. То есть, там цены в два раза меньше. У новых тачек цены в два раза завышены, а в автосоунах, кстати, вы понимаете, что это просто капец. Но Интити, как бы, одна из самых старых машин, поэтому не знаю, почему цена выросла. Окей, чуваки, такая сегодня получилась серия. Сегодня мы проверили, что же в итоге лучше. Торос или же Интити, и Интити оказалось быстрее и лучше. Но это, как бы, как по мне, заслуженно. Окей, ребята, такая сегодня получилась серия. Если вам понравилось, оставьте лайк-усики. Также играйте вместе со мной. Ссылочка на проект есть в описании. Всем удачки и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok